здорово антон я хотел бы поделиться с тобой небольшим багетом на дворе сейчас 25 октября 1939 год рейх собрался точнее начал свою первую кампанию по захвату земель я же решил сделать ход конем и попробовать предотвратить вторую мировую задавив его в зачатке каким способом это сделали я использовал затроска разумеется я сталина не очень люблю я прям первым делом в ущерб развитие технологий я поставил клан на полон предложил им защиту с моей стороны польша отказалась и я был вынужден польшу захватить отобрать себе часть стран ну точнее регионов которые принадлежат беларуси и украине а сделать и сделать в итоге польшу моей марионеткой план заключается в том что если германия все-таки решит объявить ультиматум чтобы отдать данзик тогда придется германии иметь дело со мной у меня в нем побольше людей я немножко постарался использовать технологии в стрелковое оружие потому что мой ключ заключается именно живой силы они в технике и германия разумеется объявил дала ультиматум польши польша отказалась и начался конфликт и атака началась но эти заразы умудрились обыть пока я сдержал здесь и пока я был занят рижским мешком мы умудрились это все додавить и я сейчас кинул армию новобранцев чтобы они удерживали границы итальянских вторжений все то есть то что у меня был вот этот механизированный корпус это все моя единственная основная штурмовая армия получается у меня задница пока я у занят был этим мешком они умудрились высадиться в ленинграде выбили полностью мой флот и продвигаются к москве пока я сдерживаю здесь основные в наступательные войска рейха 3 здесь же в основном метали итальянские корпусы и немного германского и полное доминирование флотом там у меня было несколько тяжелых крейсеров они все были разорваны как тузик грелку почему потому что союзники в этот момент нихера не делают они не присоединились они никак не помогают им насрать союзникам просто насрать на всю эту ситуацию и это мне накинуло на мысль что если бы к примеру сталин решил атаковать изначально германский рейх до того как они шли вторжение во францию приблизительно вот такая ситуация наверное послужил что при подбэшки италии италия в они смогли бы оккупировать север ну и скорее всего наверное зайти с юга также пробиться все-таки может быть через греции и значит вторжение с крыма сейчас единственно данный момент что я пытаюсь как я пытаюсь выкрутиться это схлопнуть чесохловакию числа главы ский фронт вытолкнуть здесь все очень серьезно мясорубка но у делу на удивление у него получается на на вот это не смотри то что сейчас они это развор сделан я поменяю чем нужно было прийти сейчас сделать пусть начинается штурмовка где-то нас сюда выполняете попытаться этот момент захлопнуть чесохловакий фронт чтобы мы могли освободить еще одну армию который сможет все-таки затормознулся где-то под москвой остановить может быть это здесь это в общем я что хотел подытыжить это еще очень двоякий корень потому что если конфликт начался за гораздо раньше чем во вторжение с францией и где германский рейх завязался без флотом и с авиацией с британским королевством получается еще больше бы войск все-таки окупила бы балтийский регион и вполне возможно все таки они пробили также еще крымский может быть даже были бы высадки наши любимые ростове-на-дону понимаешь и это задается вопрос как этот сценарий мог бы разыграться в данном случае если бы сталин начал активную агрессию через польшу не просто поделиться пактом молотова или риббентропа а именно изначально сжать польшу по польше себе и фронт если мы начаться гораздо будет западней и гораздо бы раньше по времени 30 не строк первом а в тридцать девятом году года разница основной ключ что союзники не помогли бы не было ленд-лиза и самое главное огромная порция авиационных войск скорее всего обрушилась и но боюсь что в седьмой раз я все-таки не смогу удержать фронт первые два года войны удержать его на поступок не чтобы не успели дойти до москвы вот такая вот петрушка